Видите, какое оно нежное. Вот. Посмотрите, какая внутри гладкая структура. Всем привет! Мы приготовим это мороженое просто и быстро. Всего из двух ингредиентов. А вы уже подписались на мой канал? Мы возьмем сгущенное молоко, сливки, 33% жирности, 2 вафельных коржа. При покупке сгущенки будьте внимательны. Может быть написано красиво «сгущенка». А в составе вы прочтете продукт, сгущенный на основе сыворотки с заменителем молочного жира. Вот так. Смотрим другую баночку. Молоко цельное, сгущенное, с сахаром. Берем. Банку кладем на бочок. Вот так вот мы ее не ставим. Иначе, если она взорвется, то кверху все пойдет и все запачкает. И еще нюанс. Когда мы кладем вот так на бочок, молоко с сахаром карамелизируется равномерно. Если мы держим час, будет более светлый цвет у сгущенки, и масса будет менее густая. При закипании начнет испаряться вода. Так как это длится долго, лучше закрыть крышкой. Делаем огонек на минимум. Сейчас вареную готовую сгущенку можно купить и в магазине. Но будьте осторожны, вы ее откройте и попробуйте. В ней могут на зубах скрипеть кристаллики сахара. Видите, какой цвет? Такую сгущеночку я варила полтора часа. Три четвертых банки. Ну, это больше половины, но не целую. Сгущенка у меня комнатной температуры. Я ее не охлаждала. Если я возьму сильно охлажденную сгущенку, то мне будет ее сложнее развести со сливками. Вливаю сливки 100 грамм. Вот, смотрите, я ставлю на единичку. Размешиваем. У нас здесь цель даже не взбить эту массу, а хорошо размешать, чтобы не было комочков. Взбиваем так две минуты. Вот. Пока будем взбивать сливки, отправим сгущенную массу в морозильную камеру на 4 минуты. Вливаем сильно охлажденные сливки в глубокую миску. Если у вас сливки будут не охлажденные, вам придется их взбивать намного дольше. Можно даже на пару минут поставить в морозильную камеру. Для вашей полной уверенности я сняла, как покупаю такие сливки в магазине. Может быть, написано сливочный крем. Главное, у них в составе написано сливки 33% с добавлением стабилизатора. Взбиваем сразу на малых оборотах. Я поставлю на единичку, чтобы сильно все не брызгало. У меня миксер самый обычный, мощность у него средненькая. Где-то через минуту скорость увеличиваем на максимум. У меня такое взбивание заняло 4 минуты. Вот посмотрите, какая консистенция получается. Видите, оно вот так крепко лежит. Если потрясти, оно может упасть с ложечки, но не сразу. В эту смесь прямо во взбитые охлажденные сливки мы добавляем сгущенку. Вначале можно даже просто вот так размешать и продолжаем взбивать на малых оборотах на единичке еще минуту. Посмотрите, какой консистенции получается мороженое. Оно равномерное, нигде нет никаких комочков от сгущенки. И оно будет таять во рту. Берем форму, лучше всего разъемную, вот как у меня. Но если у вас такой нету, то мы берем обычную такую форму. Нету такой, берите квадратную. Просто мы тогда обрежем вафельку по краям, чтобы она получилась квадратной формы. И не думайте, что прилипнет. Там же снизу будет вафельный корж. Все легко отойдет. По краям пройдетесь ножиком горячим. 30 секунд и вы достанете ваше мороженое из такой тоже формы. Форма корж. Можно по бортикам положить вот такую пленку. Я ее сделала из плотного файла А4. И вот так установить. Вы также можете у меня на канале найти рецепт «Как сделать мороженое пломбирзан 5 минут». Вот ссылка будет сейчас вверху. И там я делаю такой похожий рецепт без вот этой пленки. Будущее крем-брюле. Какой цвет приятный получился. Такой сливочно- светло- персиковый, я бы сказала. А как вы назовете этот цвет? Вот так равномерно лопаткой сейчас распределяем. И вот края пленки они сами прижмутся к форме за счет того, что мороженое будет на них давить. Видите? Второй корж. Оп. Коржи у меня вафельные 22 сантиметра, а форма разъемная 24 сантиметра. Я так придавливаю немного в морозилку на 6-7 часов лучше на ночь. На следующий день. Посмотрите, как легко все достается. Снимаем пленку. Получается очень красиво по краям. Оп. Нарезать буду прямо по вот этим полосочкам. полосочкам. Вы видите, какая равномерная гладкая консистенция? Старайтесь пальчиками не нажимать на само мороженое. Тогда вы не деформируете вот эти красивые квадратики. видите, какая консистенция? Вот, посмотрите, какое получается гладкое мороженое. Вот я вам показываю мороженое, специально немного подтаявшее. Посмотрите, видите, какое оно нежное? Вот, посмотрите, какая внутри гладкая структура, реально, вкус крем-бюле. Уже тает, невозможно удержаться. Вы уже подписаны на мой канал? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и до скорых встреч!